В завершении нашего разговора об апологетике и защите христианской веры давайте с вами поговорим о нескольких моментах, которые важно знать для нашего практического общения с культистами. Сначала давайте заглянем в очень интересное место в Писании, Евангелие от Луки, 6 глава, 47 по 49 стих. Это всем известная история про глупого и мудрого строителя, которая есть в Евангелие от Матфея тоже, но здесь она имеет одну очень интересную особенность, одна любопытная деталь, на которой делает акцент именно Лука. Давайте посмотрим, что Господь говорит. Дополняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было велико. Два человека, два строителя, две земли, два дома. Очень часто мы с вами думаем, что разница между людьми в том, что один пошел искать, нашел хороший каменистый участок и там построил свой дом, а другой нашел такое неудачное место и там построил дом, который развалился. Однако у Луки есть вот этот вот очень интересный нюанс. Кто такой мудрый строитель? Это человек, который копал, углубился и положил основание на камни. Разница между глупым и мудрым строителем в том, что один копал, а второй копать не стал и построил дом на том, что есть. Да, не на твердом скальном основании, а на вот этом вот огромном слое песка и наносов, которые там появились. К сожалению, мы все с вами имеем дело с тем, что истина в нашем мире сокрыта под вот этим огромным слоем наносов человеческих мыслей, фантазий, традиций и всего остального. Если мы хотим добраться до того самого основания, на котором можно прочно поставить дом, необходимо вот этот мусор весь разгрести, докопаться до основания и тогда на нем уже строить. И поэтому, в общем, когда мы общаемся с людьми, которые верят во что-то иное, наша с вами задача как раз помочь им раскопать весь этот мусор, добраться до скального основания, чтобы то здание, которое они строят, оно твердо стояло на фундаменте Божьего Слова. Да, не человеческих изобретений, не человеческой мудрости, не психологических приемов, не маркинговой стратегий, а именно Слова Божьего, которое единственное является скалой, которая никогда под человеком не пошатнется. Несколько моментов, которые нужно учитывать, когда мы с вами говорим с представителями того или иного культа. Значит, очень важно помнить, что культисты не одинаковы, они разные. Они знают разные вещи, у них у всех разный жизненный опыт. Они просто разные люди, которые по-разному чувствуют, по-разному слышат, по-разному понимают. И поэтому нет какого-то одного метода, который бы одинаково хорошо действовал по отношению ко всем. Они все разные люди, и важно говорить с ними, как с конкретным человеком. Настолько важно, что, наверное, лучшим способом было бы не пересказывать человеку содержание книжки, в которой описывается, во что он должен верить, а спросить его самого, во что он верен. И потом спорить не с какими-то теоретическими вещами, в которые он, по идее, верить должен был, как бормон, а спорить с теми конкретными вещами, в которые он на самом деле верит. Потому что есть шанс, что он просто не знает какую-то часть своего учения. Не стоит его просвещать в том, во что сведители Иговы должны верить. Говорите с конкретным человеком и говорите о тех проблемах, которые вы видите в его конкретных убеждениях и в тех словах, которые он вам сказал. Попросите его объяснить, во что он верит, и не пройдите записать эти моменты, чтобы в нужный момент потом просто можно было сослаться и сказать, вот ты сам об этом говорил, то есть ты в это на самом деле веришь, вот так мы к этому пришли. Многие люди, которые часто занимаются благовестием, они говорят, что очень полезно задавать культистам такой вопрос вначале. Вот если я тебе смогу показать, допустим, что организация тебя обманывает, согласишься ли ты, что учение организации, оно ложное? Или если я тебе сумею показать, что в Библии Христос называется Богом, согласишься ли ты, что учение святилегово, оно неправда? Просто для того, чтобы человек поставил перед собой некую границу, чтобы он потом по прошествии 15-20 минут или двух недель не сказал, потому что все равно это ерунда, никакого значения это не имеет. Чтобы у человека была какая-то засечка, чтобы человек знал, что он дошел до некой границы, ему необходимо делать выбор, необходимо принимать какое-то решение, стимулировать его именно к этому. Очень часто, когда святилегово приходит к вам домой, не только он, вообще многие культисты, святилегово просто в особенности, и вдруг понимает, что разговор идет не так, как нужно, он часто может сказать, извините, у меня времени нет, у меня там еще другая встреча, мне нужно идти. Хотя на самом деле никакой встречи у него не назначена, просто способ уйти от вас. Дело в том, что святилегово именно их конкретно учат, что ложь это не всегда плохо. Ложь это неправда, сказанная тому, кто имеет право знать правду. А поскольку они с вами находятся в состоянии войны теократической, соответственно, вам они в каких-то тактических целях могут немножко покривить душой. Это совершенно нормальная практика, которую их постоянно учат. У них вот это определение лжи, которое я вам дал, записано в их официальном двухтомном справочнике библейском. Ложь это неправда, сказанная тому, кто имеет право знать правду. И у нее в журналах есть такие рассказы про, допустим, женщину, которая ходила в какой-то там социалистической стране, то ли Германии, то ли Польши, то ли Венгрии, ходила по улице, ее остановил полицейский и спросил, кто вы такая, куда вы идете. Она сказала, да я там вот такая-такая, иду к своей подруге. И отреклась от того, что она святится в Иегово. И это приводит как пример того, что она поступила правильно, потому что если бы она сказала правду, ее бы задержали, а расставали, она не смогла бы пойти и проповедовать дальше. Поэтому ложь иногда в каких-то моментах считается совершенно допустимой. Вот для того, чтобы человек не имел необходимости лгать себе и вам, чтобы уберечь его от таких неприятностей и себя от выслушивания подобных вещей, можно заранее просто спросить, у вас есть час свободный или там 40 минут. Вы никуда не торопитесь. То есть, можем мы с вами спокойно поговорить. И, соответственно, у человека возникнет необходимость в конце сказать, вы знаете, я понял, что мне неинтересно с вами разговаривать, или я не хочу больше с вами разговаривать, и честно уйти просто. По крайней мере, приятнее не будет, но будет честнее для вас, для всех. Еще один любопытный момент, тоже у свидетелей ГУВы есть такая привычка. Они обычно приходят к вам первый раз, и если оказывается, что вы слишком серьезный объект для беседы, они в следующий раз уже приходят не сами, а присылают каких-то таких более серьезных представителей, которые специально специализируются на том, чтобы разговаривать с людьми такими, как вы. И поэтому, когда они приходят ко мне домой, я обычно говорю, люди, я с удовольствием с вами пообщаюсь, но мне, на самом деле, очень устал я от того, чтобы каждый раз повторять одно и то же новой паре, которая приходит вслед за вами. То есть, мы можем с вами договориться, что мы с вами начнем этот разговор, мы с вами его и закончим. То есть, вы откажетесь разговаривать, я все пойму, вы можете спокойно уйти, никаких проблем не будет, но я просто прошу в следующий раз, приходите тоже вы, чтобы мне не нужно было каждый раз заново все эти вещи объяснять. И обычно получается. Очень важно помнить, что святели говы или вообще культисты, это не зомби, не автоматы по раздаче сторожевых башен в своей культийской литературе. Это живые люди с чувствами, с эмоциями, с мыслями и со всем остальным. Они также могут сердиться, они также могут радоваться, огорчаться, все что угодно. И поэтому многие вещи, которые они делают, это не отражение того, во что они верят. Бывает так, что человек разозлится на вас, наорет, может там ударить даже, по-разному бывает. Это не потому, что их так научили. Он на самом деле человек со всеми его особенностями, со всеми его неприятными моментами. Они не зомби, и поэтому важно иметь в виду, что культисты это не люди, которые не способны думать. Это люди, которые добровольно отказались от права принимать решения в пользу организации. Да, они сами решили, что у организации есть ответы на все вопросы. Поэтому их мнение, оно стоит гораздо меньше, чем то, что организация им сказала. И поэтому думать они способны. У них эту способность не отбили. Она присутствует, просто они ей не пользуются. И поэтому одна из самых главных задач в беседе с этими людьми, это заставить их задуматься. Если вы заставили их задуматься, то считайте, что половину дела вы уже сделали. Потому что ни одна организация такого типа не позволяет или не терпит того, чтобы ее члены задавали слишком много вопросов. Как сказал один мой хороший знакомый, организация, которая говорит, что у нее есть ответы на все вопросы, обычно эти вопросы не позволяет задавать. Человек, который начинает задавать неудобные вопросы, его постепенно начинают прижимать. И человек тем самым начинает понимать, что что-то здесь не в порядке. Именно поэтому очень важно иметь в виду следующее, что когда Свети Легова или Культиз приходят к вам домой, как правило, это человек, которому внушили заранее, что ничего хорошего вы ему сказать не можете. У культистов, как правило, весь мир поделен на черное и белое. Белое – это их организация, а черное – это все остальное. Выражаясь терминологией Свети Легова, вы – это часть мира сатаны. Вы – служители сатаны. Вы ничего хорошего по определению сказать ему не можете. Все, что вы говорите, это ложь изначально. Вы не можете Библию правильно толковать, вы не можете молиться правильно, вы не можете вообще ничего правильно сделать. Вся истина есть только в его организации. И поэтому, когда он приходит к вам домой, и вы начинаете его чему-то учить, как правило, Свети Легова не слушает вас, а он заранее прокручивает в голове, что он скажет вам в следующую минуту. Потому что у них есть заранее вызубренные какие-то последовательности вещей, которые он просто вспоминает. И поэтому чаще всего читать Свети Леговой лекции – это бесполезная задача. Да, они просто не поддаются на такие вещи. У них есть даже специальное такое учение, называется «Учение о двух столах». Выглядит таким образом, что перед человечеством раскинуты два символичных стола – стол сатаны и стол Иегова. И хотя на столе сатаны могут быть очень красивые яства, но они все смертельно опасны. Был такой момент, когда мы ходили на один из конгрессов Свети Леговой, чтобы с ними пообщаться, и специально для них издали такие книжки, где говорилось о том, что в переводе Нового мира и в собственном переводе Библии есть серьезные проблемы. И раздавали им на выходе. И они почему-то все отказывались брать, причем задавали все один и тот же вопрос. А это пища со стола Иегова? Это пища со стола Иегова? И мы никак понять не могли, в чем дело. А потом посмотрели в программку, которая у них была, этого конгресса, и у них буквально за день до этого была тема «Не ешьте не со стола Иегова». Мы просто не знали заранее, поэтому не были к этому готовы. А их на самом деле учат таким вещам. Есть один универсальный способ. Это не панацея, опять же, поймите меня правильно. Он не работает как механизм какой-то. Но есть один замечательный способ общаться с людьми, у которых сознание закрыто таким образом. Это очень простой способ, но очень эффективный способ. Называется «Задавайте вопросы». Не читайте лекции, задавайте вопросы. Задавайте вопросы и побуждайте человека думать. Вопрос совершенно замечательная вещь. Во-первых, потому что он приходит к вам домой, чтобы вас учить. Когда вы задаете вопрос, вы приглашаете его это делать. Ты пришел рассказывать? Давай. У человека уже есть настрой на то, чтобы это делать. И ко всему прочему, вопрос, он позволяет вам вывести человека из состояния равновесия. Он всегда ездит по такой наезженной колее, которая уже прокатана годами и месяцами обучения. С помощью хорошо поставленного вопроса вы можете переместить его на почву, на которую он не готов, передвинуть его в рассуждение на какую-то тему, к которой он заранее не подготовился. Тогда это на самом деле получается очень интересно. Я сталкивался с такой ситуацией, когда хорошо поставленный вопрос Светили Гоу встает в тупик минуту на две. Человека просто выключает. То есть он так вот смотрит в страницу и не может ничего сказать, потому что на самом деле он не готов к этому вопросу. У Светили Гоу есть одна, не только у них, у них особенно, есть одна Ахиллесова пята. Дело в том, что, поскольку самостоятельно думать им не разрешено, у них все их учение прописано в книжках. И если вы хотя бы немножко почитаете их литературу заранее, вы знаете всегда, о чем они вам скажут в следующую минуту. То есть когда они начинают говорить на какую-то тему, вы просто можете в столбик написать стихи, которые они вам будут приводить и аргументы, на которые они будут ссылаться, потому что все это в книжках уже записано. И поэтому вы заранее можете подготовиться к любому разговору. Он говорит, давайте по гомотроице, давайте. Вы берете книжку «Следователи вере в Троицу» и там написано все, что он вам скажет. До последней запятой. И вы заранее все эти вещи можете изучить, подготовиться, придумать свои аргументы и написать свои вопросы. Пользуйтесь этим. Это на самом деле очень хороший плюс в нашу пользу. Если мы заранее потрудимся, подготовиться, у нас будет о чем говорить. Опять же, поймите меня правильно, нет в этом ничего предосудительного. Они призывают какими-то окольными путями воздействовать им на психику или расставлять им ловушки. Ничего подобного. Но просто если уж они приходят к нам таким образом подготовлено, у нас, к счастью, есть возможность тоже подготовиться. Заранее быть готовыми к тому, о чем они говорят. Сдавать вопросы, чтобы вывести их на разговор, на те темы, к которым они не готовы. И опять же, все-таки, если после разговора с вами у свидетелей Игова возникло такое убитое выражение на лице, то есть он совершенно не понимает уже, где он находится, это замечательный, конечно, момент такой. Вы можете потом похлопать себя по голове и сказать, да, хорошо поработал, замечательно. Вспоминать об этом очень долго. Но все-таки цель наша, чтобы человек покаялся, пришел ко Христу. Мы стремимся не поразить человека, не ввести его в состояние ступора. Мы хотим, чтобы он чего-то понял. И поэтому все-таки надо стремиться, конечно, человеку благовествовать. И в этом отношении есть один тоже совет, который часто дают люди, которые много с ними общаются. Иногда возникает такая ситуация, когда вы понимаете, что человек уже понимает, что он не прав, но он просто не готов это сказать. То есть он вот уже сам все понял, но ему стыдно просто. Он не может по каким-то причинам все это произнести вслух. И в такой ситуации, возможно, не стоит дожимать его до конца. То есть, возможно, он и скажет вам, что он не прав, но в следующий раз он к вам больше уже не придет, потому что он лицо потерял. Ему уже будет неудобно с вами общаться. А на самом деле высший пилотаж в общении с культистами не в том, чтобы покаять человека за пять минут, а в том, чтобы он вернулся к вам еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз, потому что только тогда у вас будет возможность с ним полноценно, нормально общаться. Это на самом деле великое чудо, когда человек за пять минут разговора с вами становится христианином, просто тут же падает у вас перед глазами на колени и молится, и просит у Христа прощения. Наверное, такое бывает. Я вот пока не видел такого, к сожалению. Но самое лучшее, что вы можете сделать, это не поступаясь Евангелием, не поступаясь правдой, настолько вежливо, аккуратно и любяще говорить с человеком, чтобы ему захотелось прийти к вам еще раз, чтобы он понял, что у вас есть что-то такое, чего нет у него, чтобы ему просто интересно было с вами общаться. А если вы сможете с ним подружиться, то вы как друг сможете задавать ему те вопросы, которые, как человек посторонний, вы никогда задать бы не смогли. Общение, на самом деле, это очень замечательная вещь. Чем ближе вы к нему подойдете, тем проще вам будет в этом отношении с ним общаться. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com На этом мы с вами завершили первую тему. Если у вас какие-то вопросы возникли, то, пожалуйста, задавайте. Где здесь книгу? Вы назвали ошибки перевода нового мира? Или как она называется? У нас в центре есть несколько книг, которые мы издали по поводу Свети Леговы, по поводу других разных культов. Книга, про которую я говорил сейчас, называется она «Имя Бога в переводе нового мира». Ее в печатном виде почти не осталось. Ее электронный текст есть на сайте, который называется www.iegowa.ru Это наш сайт, который мы делали специально для них. И там выложены некоторые материалы, которые мы хотели бы, чтобы они почитали. В том числе там лежат два файла в формате PDF, в которых как раз вот эта книжка «Имя Бога в переводе нового мира». А у вас есть в своем сайте свой? Есть. Называется он очень просто. www.apologetica.ru Вот на этом сайте у нас тоже выложены некоторые книги, которые можно у нас заказать. В том числе очень хорошая книга, которую мы перевели с английского и полностью переработали, использовав последнее на тот момент издание «Свети Леговы» русскоязычное. Называется она «Рассуждая Свети Леговы» из священного писания. Написал ее человек по имени Рон Роудс. У этой книжки есть одна замечательная особенность. В этой книжке приводятся примеры вопросов, которые можно «Свети Леговы» задать. То есть там рассматриваются подробно какие-то основные тексты, которые «Свети Леговы» используют в своем разговоре. Показывается, чему они учат, о чем текст говорит на самом деле и какие вопросы можно им задать, для того, чтобы завязать разговор на эту тему. То есть если вам нужна какая-то затравка для того, чтобы заняться благовестием Свети Леговы, книжка будет как раз очень хорошим подспорьем. Она не решает все проблемы. Там нет ответов на все вопросы. Но именно для того, чтобы начать, это очень хорошее начало. Может быть, из того, что есть на русском языке, это наиболее практическое такое пособие. Рассуждая Свети Леговы из священного писания, автор Рон Роудс. Рон Роудс. У нас можно ее заказать, мы ее переводили, издавали. У нас есть сокращенная версия вот той книжки «Перевод Нового Мира». Имя Бога в переводе Нового Мира. Называется она «Перевод Нового Мира. Самый правильный перевод Библии со знаком вопроса». Этих брошюрок у нас еще есть какое-то количество. Один из наших знакомых оплатил полностью тираж и дал нам средства, чтобы мы могли их посылать тем, кто будет их раздавать Светлему Легову. Если у вас есть желание раздавать эти брошюрки им, вам нужно просто написать нам по адресу, который есть здесь на нашем сайте, сказать, кто будет этим заниматься, сколько брошюрок вам нужно, мы вам их пришлем. И потом просто попросим у вас отчета о том, как вы их распространяли, чтобы мы могли рассказать тому человеку, который отдал деньги. Если у вас есть такое желание, вот такие брошюрки мы можем вам прислать. Они небольшие, сделаны по такому формату, как их собственные брошюрки. И там достаточно просто излагаются суть проблем, которые есть в переводе Нового Мира. Значит, я сейчас не могу вспомнить, какой точный ее объем, порядка 60 страниц печатных. В принципе, она не очень большая, но мы сдавали ее на такой плотной бумажке, поэтому она получилась достаточно пухленькая такая. Но она, к сожалению, уже закончилась. На сколько можно проверять книги у Светлителя Легова есть Библия с подстрочным переводом? Вы имеете в виду англоязычное? Я не знаю. Дело в том, что на русском языке у них подстрочника пока нет. Если они используют подстрочник, это, скорее всего, один из неиме изданных подстрочников. У Светлителя Легова на самом деле есть подстрочник Нового Завета, но он англо-греческий. Я не слышал пока, чтобы они его переводили на другие языки. Поэтому вам нужно посмотреть на издательство, которое там есть. Значит, если это издано христианским издательством, они просто используют, вы можете доверять ему достаточно хорошо. Если это на самом деле перевод их собственного подстрочника, что было бы для меня большим удивлением. Поэтому я бы хотел, чтобы вы мне об этом сказали, если это на самом деле окажется правдой. Я смотрела фильм с Иди, но там фильм с английского. Да, да, да. Там английский как раз перевод. Значит, я не найду такой. Да, вряд ли вы с ним столкнетесь. Мы еще будем об этом говорить обязательно в следующий раз. Просто в двух словах у этого подстрочника есть одна интересная особенность. Там идет греческий текст, буквально переведенный на английский язык. Рядом английский текст перевода Нового мира. Когда мы сравниваем буквальный перевод с английским переводом, они и в некоторых местах разные. И поэтому любому англоязычному свете Львову можно показать, что перевод Нового мира не соответствует греческому языку. Но, к сожалению, пока вот только на английском языке, на русском, увы, такое невозможно. Хотя я вообще не с ними использовал русский подстрочник, который издавало Российское и Белийское общество, такого оранжевого яркого цвета, большая книжечка. И в общем-то получилось неплохо. То есть я вам просто сказал, что у вас есть собственный подстрочник. Если хотите, вы можете проверить по нему. То есть у меня сейчас как бы под рукой нет его, но есть русскоязычный. Я вам покажу на нем, потом можете вернуться к себе в Солнечное. В библиотеке у вас наверняка он есть. Проверьте, пожалуйста, там все то же самое. Можно попробовать таким образом пойти. Беда в том, что средний святитель Иеговы, ну как справедливости ради средних христианин, он с греческим не знаком совсем. Он его, греческий язык, его пугает слегка, потому что он не разбирается в том, что там написано. И он знает ровно те слова, которые написаны русскими буквами в его публикациях. То есть он твердо знает, что вот это вот слово, допустим, звучит таким-то образом по-русски, допустим, слово Пруссия. И он твердо знает, как его общество это объясняет. А когда вы показываете ему подсрочник греческий, он сразу пугается, потому что текст совершенно ему не знаком. Это нечто вот такое. Он боится, что вы его в ловушку как-то поймаете. Он не будет адекватно, способен адекватно ответить на ваши вопросы. Но если они согласятся, подсрочник это замечательное совершенно орудие. Все зависит от того, насколько они способны и хотят мыслить. Вот в моей практике такие случаи были. Был случай, когда два святителя Иеговы пришли, я им показывал как раз подсрочник. Молодой настолько заинтересовался, что он забежал у меня за спину и стал через плечо подглядывать в текст, что в принципе он не должен был делать. Но это на самом деле такое благодать Божия, когда у человека сердце так расположилось к разговору. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok